В день, когда пришла война, мы находились дома, позвонила начальница, сказала, началось. Мы услышали, как над домом пролетел самолет и поняли, что это вообще не шутки. Быстро собрались, поехали, забрали дочку, которая была в тот момент у бабушки, и поехали на работу, где нам сказали, что неизвестно насколько, но на данный момент фирма прекращает свою работу. Самым страшным моментом от начала войны было то, что я была, когда война началась, на втором месяце. И последующие 7 месяцев была еще более-менее обстановка в городе. Но как раз последний месяц, когда я ходила беременная, начались постоянные обстрелы города. Было по 10 прилетов в день. Прилетала просто куда попала. И один из таких дней я стояла возле окна, уже было 11 вечера. И был очень сильный прилет через дорогу от нас, благо, что с другой стороны дома. Но, тем не менее, у меня начались схватки, и я поехала в роддом. И больше всего я боялась, что я оттуда не выйду, потому что прилететь могло и туда. На момент начала войны у меня была только дочка. Ее зовут Карина, ей 11 лет. И она сначала плакала, когда осознавала, что это такое. Потом, в принципе, она спокойно реагировала на все с пониманием, потому что она взрослая девочка. Сын же, как только родился, было опять-таки много обстрелов. Он подпрыгивал от этих громких звуков, но со временем привык даже под них спать. Не считая того момента, что не так давно мы заезжали домой, потому что нужно было обследовать кота. И был очень жесткий прилет прямо у нас возле дома, попали в церковь. И мы в этот момент находились в квартире, благо, что в дверном проеме. У нас вынесло балкон, но мы не пострадали. Но у детей была очень жесткая истерика. Сыну 11 месяцев успокаивала я его минут 40. Дочку потрусила, она тоже там сплакнула, как бы. Из пособий я получаю только пособия как ВПО на детей по 3 тысячи и по 2 тысячи на взрослого. От ЮНИСЕФ и Красного Креста мы никогда помощи не получали, даже гуманитарки. Но мы благодаря фонду посмешка получили выплату от Савзел Чилдры. Мы сейчас живем в частном доме. Это дом наших знакомых. Мы не платим за аренду, но мы платим за коммуналку и так далее. И она выходит отнюдь немаленькая. Помощь нужна с покупкой генератора, потому что зимой отопление зависит исключительно от света. И когда его нет, температура в доме опускалась до 15 градусов прошлой зимой. И этой зимой мы хотим этого избежать. Мир должен слышать, что нас убивают просто так, без причины. Нас, наших детей, мужей и так далее. И мы боимся больше всего, я боюсь больше всего, что в один прекрасный день мы всей семьей можем не проснуться.